Евангелие от Ана говорит так Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими Если ты сегодня уверовал в Иисуса Христа, Бог дал тебе власть быть Божьим чадом, Божьим Сыном По-моему, нет ничего великолепнее, чем быть не называться, а быть Божьим Сыном и Божьей Дочерью К сожалению, современные церкви и динаминации именуют себя пятидесятниками, баптистами, адвентистами, католиками, православными, харизматами или еще кем-либо Но в Евангелии мы читаем, что Он дал власть быть чадами Божьими Также Евангелие говорит нам, что все мы поверим в Иисуса Христа, сыновья Божьи Во Христа крестившиеся, во Христа и облеглись Сегодня прекрасно каждому христианину, независимо в какой он находится конфессии, пребывать в Божьем свете Потому что конфессиональное различие перед Богом не имеет никакого значения Сегодня мы должны ходить в свете Божьем Евангелие повествует нам, что Иисус Христос является Божьим светом И мы должны ходить в Его свете Также Иисус Христос научил нас, чтобы мы были также светом этому миру Сегодня каждый из нас призван нести свет Божий Потому что мы Божье чадо И Бог благословляет каждого из нас отражать свет Иисуса Христа По мере нашей веры и по мере данной нам благодати Хочу сказать слово о силе воскресения Сила воскресения Иисуса Христа Сегодня каждый из нас, тех, кто в действительности является чадом Божьим Имеет в себе силу воскресения Это та же самая сила, которая была в Иисусе Христе Это тот же самый Дух, который был во Христе Иисусе Евангелие говорит нам так Кто Духа Христова не имеет, тот и не Его Сегодня христиане должны иметь Дух Божий Не имеет значения твоя конфессиональная принадлежность Не имеет значения, имеешь ли ты Божий Дух Являешься ли ты частью Его собственного тела Был ли ты рожден свыше и крещен ли ты Святым Духом Наполнен ли ты им настолько, чтобы Он обладал всем твоим естеством Святой Дух – это сила воскресения Святой Дух дан нам не только для того, чтобы мы просто стали хорошими людьми И не жили так, как живет этот мир Хотя Святой Дух и дается нам также для этого Но основная цель Святого Духа – для того, чтобы сделать нас сыновьями и дочерями Божьими Отражающими полностью Иисуса Христа Итак, Святой Дух – это сила воскресения Иисуса Христа Послание Римлянам 8 глава хорошо показывает нам, что сила Духа Святого Делает нас духовными людьми, которые ходят по Духу Божьему и живут по Духу Божьему Мне очень нравится стих, который говорит о том, что «Если Дух Того» – это 11 стих «Если Дух Того» – стоит вдуматься в эти слова «Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых, оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас» Вот для чего был дан Святой Дух Это сила воскресения, обитающая в каждом заново рожденном христианине Если эта сила находится во мне и в тебе Если эта сила находится в нас То та же самая сила, которая подняла Иисуса Именно эта же сила обитает в заново рожденном И она способна воскресить твое собственное тело Библия говорит нам, что будет воскресение из мертвых Что однажды будет воскрешение Но будет не только воскрешение из мертвых Будет и изменение наших тел Это нам обещано в Евангелии Что наши тела в мгновение ока преобразятся, изменятся Представьте, не успеешь и глазом моргнуть Твое тело преобразится мгновенно И ты сможешь перейти в небесное царство Таково обетование на сегодняшний день Здесь апостол хорошо говорит о силе воскресения И о том, что совершает Святой Дух, приходя в нашу жизнь Во-первых, если Христос живет в нас Если в нас действительно Христос То наше тело мертвое для греха Но Дух жив для праведности Итак, если Христос в действительности поселился в моем сердце Если я дал Ему господство Если ты дал Ему господство в своей жизни То Твое тело мертвое для греха Ты умираешь для своей прежней жизни Ты умираешь для своего прежнего старого мышления Ты сораспинаешься с Иисусом Христом И таким образом, когда ты умираешь для самого себя и для греха Сила воскресения Иисуса Христа находится в тебе Если Христос в нас, то мы мертвы для греха Мы мертвы для этого мира Мы мертвы для всего, что происходит в этом мире греховного, но мы живые для Иисуса Христа. Мы мертвы для всякой политики, мы мертвы для всяких политических взглядов, для всяких человеческих конфессий, динаминаций. Мы мертвы для всего, что нам подсовывает дьявол. Мы мертвы для всего, что противоречит здравому учению Иисуса Христа, но мы живые для Бога. Аминь. Потому что Иисус Христос дал нам силу воскресения. Если этот Дух находится в нас, то мы мертвы для греха. Если Он находится в нас, то этот Дух, тот же самый Дух, который обитал в Иисусе Христе, Он воскресит и твое собственное тело тем же Духом, который был в Нем и который сейчас в тебе. Вот что такое Церковь Иисуса Христа. Это собрание людей, где хотя бы двое или трое собраны во имя Его и обладающие силой воскресения. Не какое-то интеллектуальное понятие Евангелия, не обучение через какую-то семинарию или конфессию, но откровение свыше личности Иисуса Христа. Сила воскресения – это когда Святой Дух охватывает полностью твое сердце и делает так, что ты становишься уже слугой Иисуса Христа. Ты становишься Вадимом Его Духом. Его Дух обитает в тебе настолько, что апостол однажды сказал «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Вот для чего сила Святого Духа. Чтобы сила воскресшего Христа настолько сегодня захватила Церковь Божью, чтобы она могла делать те же самые дела, которые совершал Иисус Христос. К сожалению, сегодня многие верующие говорят «Но это же только Иисус, это же только Он мог открывать глаза слепым, глухим уши и делать так, чтобы не мы и говорили». Друзья, сам Иисус Христос сказал нам, что дела, которые делает Он и мы сотворим, и даже большие дела, благодаря чему мы можем это сделать? Благодаря силе воскресения Иисуса Христа, благодаря той же самой силе, которая была в Нем, она же сошла на Божью Церковь в день Пятидесятницы. Это не просто сошел дар говорения на иных языках, это сошла сила воскресения Иисуса Христа. Сегодня та же самая сила обитает в заново рожденном христианине. Святой Дух был послан в Церковь еще со времен Книги Деяний для того, чтобы Церковь шла и являла силу воскресения, потому что служение Иисуса Христа продолжается. Да, с нами Иисуса Христа по плоти нету, и Евангелие сказано, что мы даже и не должны Его знать по плоти. Но с нами Его Дух Он обещал, я буду с вами и даже вас до скончания этого века. Сегодня Церковь Иисуса Христа является продолжением служения Иисуса Христа. Об Иисусе сказано, что в Нем обитала вся полнота Божества телесно. И эта полнота Божества была излита в день Пятидесятницы на Церковь, которая является Его телом. Сегодня тот же самый Дух, который был в Нем, Он уже через нас продолжает благовествовать то же, что благовествовал Иисус Христос. Когда Иисус начал Своё служение, вы помните, Он вошел в храм, Ему подали там в синагоге книгу пророка Исаия, и Он сказал знаменитые слова, «Дух Господень на мне, Он помазал меня». На что Он помазал Иисуса? На то, чтобы отпускать измученных на свободу. На то, чтобы нищие благовествовали, слепые прозревали, хромые ходили, пленные освобождались. Пленные от греха, пленные те, которые находятся в узах дьявола. Вот для чего помазание было на Иисусе Христе. И то же самое помазание сегодня пребывает на Его Церкви. Ничуть не меньше. Ничуть не меньше. То же помазание пребывает на невесте Иисуса Христа. Для чего оно? Для того, чтобы продолжать труд Святого Духа. Иисус сказал, чтобы мы несли Его Евангелие, проповедовали Его Евангелие всякой твари, то есть всему творение. Это цель Евангелия. Цель Евангелия для того, чтобы в эти последние дни, в которые мы живем, Церковь смогла раскрыться во всей своей славе, чтобы было проявление сыновей Божьих, о чем говорил апостол Павел в послании к римлянам, что все творение совокупности на это мучается до ныне, до сегодняшнего дня, в ожидании откровения сыновей Божьих. А если сказать более точнее, в ожидании откровения сына Божьего в нас. Ведь сегодня сила воскресения должна раскрыться в нас. Сегодня каждый из нас имеет по мере дара, по мере веры, имеет проявление силы, но однажды то, что по мере оно прекратится, однажды наступит совершенное. Как сказал один из апостолов, «Сегодня мы видим гадательно, как бы сквозь тусклое стекло». Но, друзья мои, мы не будем всегда видеть гадательно, как бы сквозь тусклое стекло. Мы живем в такое время, когда перед нами будет полностью раскрыта завеса, полностью будут раскрыты помыслы, желания, планы Иисуса Христа. Аминь. Сегодня Церковь дойдет до такого духовного состояния, что ее служение будет точно таким же, как служение Иисуса Христа. В нас будет та же любовь, та же сила, та же вера. Все, что Иисусом Христом даровано, все, ради чего Он умер на Голговском кресте и воскрес, все эти обетования будут явлены сегодня в Церкви Божьей. Сегодня мы имеем зачаток Святого Духа. Сегодня мы имеем веру как семя, но однажды это семя должно все-таки, рано или поздно оно должно прорасти. Сегодня мы имеем зачаток, залог Духа, как говорится в послании Ефесянам. Но Церковь сегодня вырастет из такого состояния. Церковь станет зрелой, ведь Иисус Христос был не просто семенем Божьим, Он сказал, «Я есть хлеб, сшедший с небес, едущий Меня жить будет Мною». Сегодня Церковь также станет хлебом. Хлебом не просто семенем Божьим, мы станем хлебом Божьим сегодня. А чтобы стать хлебом Божьим, ты должен пройти весь духовный процесс от семени к возрастанию. Аминь. Семя делают потом муку, из муки делают тесто, тесто ставят в печь, в печи оно закаляется и преображается в хлеб. Тот же самый процесс проходим и мы, этот процесс в силе воскресения Иисуса Христа. Мы проходим печи, испытания, трудности, мы проходим всевозможные проверки, или может быть гонения за веру в Иисуса Христа. Но все эти огненные испытания или искушения делают нас закаленными, делают нас Божьим хлебом. Аллилуйя. Для того, чтобы мы могли уже накормить сегодня голодного, накормить в духовном плане. Конечно же, мы не должны оставлять и материальных вещей, но цель Святого Духа сделать нас Божьим хлебом, чтобы мы сегодня могли накормить людей. Ведь Иисус говорит, то, что вы даром получили, даром и давайте. Иисус Христос дал нам даром свои слова, свои обетования, свой собственный хлеб, свою собственную жизнь. Я верю, что мы должны посвятить себя Ему еще больше. Если ты сегодня ослаб, верь из Небог. Может быть, тебя искушает этот мир. Не оглядывайся назад, не сдавайся, взирай на Голгофу. Не оборачивайся назад и не смотри на закон. Смотри на Иисуса Христа, на Его силу воскресения. Она способна изменить сегодня тебя, сделать тебя совершенным. Ты можешь стать совершенным, оставить свой грех, оставить любой грех, потому что силы Иисуса Христа больше, чем достаточно. Сделать так, чтобы ты вообще не грешил и жил свято во Христе Иисусе, да поможет каждому из нас Господь явить силу воскресения Христова, явить эту веру. Друзья мои, церковь, братья и сестры, Иисус Христос настолько сегодня желает приблизиться к Церкви, чтобы мы стали полностью с Ним одно. Ведь сказано в Писании, что соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Мы не один Дух с какой-то системой, вероучением или с какой-то динаминацией. Мы должны быть одного Духа с Господом, чтобы с достоинством носить это звание, вышнее звание, которое есть Сын или Дочь Божья. Не адвентист, наше звание, не баптист, не харизмат, не пятидесятник, Божий Сын. Мы должны научиться сегодня вести жизнь, достойную того Евангелия, которое мы проповедуем, которое принес Иисус Христос. Мы должны научиться сегодня жить, как Христос. И для этого нам был дан Святой Дух. Сегодня Он является нашим наставником, нашим Учителем. Я желаю, чтобы Святой Дух сегодня благословил каждого из вас, чтобы вы могли уразуметь эту величайшую тайну, о которой проповедовали все апостолы. Ведь это самая главная тайна, о которой они говорили. Это Христос в вас. Иисус, когда пришел, Он говорил, что Царство Божие, оно не там, где-то или не там. Он говорил, что многие люди будут говорить, что Христос вот там, где-то или там, в потаенных комнатах или в пустынях. Или, говоря современным языком, что Он в каких-то особенных движениях. Нет! Царство Божие внутри вас. Апостолы понесли эту тайну дальше. Они благовествовали ее язычникам, Израилю и везде, говоря об этой тайне, которая есть Христос в вас. Великая тайна, сокрывшаяся, сокрытая от веков и родов. Тайна, которую не понимали многие люди, не имели, не видели, не знали. Но это великая тайна. Христос в вас. Сила воскресения Иисуса Христа в вас. Друзья, ходите сегодня в силе воскресения. Ведь Иисус Христос сделал все возможное для того, чтобы нас спасти. Он привлек нас к себе своей благодатью. Пусть тебя Бог благословит. Открой Римлянам 8 главу, прочитай и уразуми то, что Он здесь говорит. Пусть это дойдет до твоего сознания, до твоего сердца, до твоего разума, что сила воскресения обитает сегодня в тебе. Что мы сегодня больше чем способны жить по духу, поступать по духу и служить духом. Ведь мы сегодня не служители буквы, но духа. Мы не служители закона. Мы служители духа Иисуса Христа. Ведь дух Иисуса Христа обитает в нас. А если он обитает в нас, то мы мертвы для греха. То Он однажды воскресит и тебя. Ты своими собственными глазами сможешь увидеть своего Искупителя. Посмотрите на Иова, когда он дошел до полного отчаяния, когда он был в прахе и в пепле, но когда дух там сошел на него, что у него волосы аж дыбом стали, он сказал знаменательные слова. А я знаю, мой Искупитель жив. И я, мои глаза, не другого, узрят его. Даже если подкожные черви съедят плоть мою, я увижу его. Иов получил в своих тяжелейших испытаниях, получил откровение о силе воскресения. Так если это имел Иов, живя и находясь еще до закона, так насколько сегодня церковь может ходить в силе этого откровения, что твой и мой Искупитель жив. Мы увидим его, не чужие глаза, мы увидим его, потому что Иисус Христос сказал такие слова. Вы увидите меня, мир меня не увидит, но вы увидите меня, потому что я с вами и в вас. Вы увидите, как же мы его видим, как? Глазами нашей веры мы видим его проявление. Мы не видим его по плоти, как вы видеть можете меня сейчас. Мы не видим Христа таким образом, но мы видим силу его воскресения, обитающую в нашей жизни, в церкви, в сердце нашем, в братьях, в сестрах. Эта сила воскресения однажды изменила наши души, изменила из грешников, из свиней, переменила вагонцев. Но сегодня эта же самая сила воскресения переменит вот эти тела, и они преобразятся. Друзья, знайте, что Иисус Христос приготовил для вас самое чудесное, не только небесное царство, но и новые тела. Апостол Павел сказал, что когда эта хижина разрушится, мы имеем другое жилище на небесах. Дом нерукотворен и вечный. Он имел в виду новое тело. Это тело будет подобно славному телу Иисуса Христа. Друзья мои, служить Иисусу Христу это чудесно. Я на протяжении почти 17 лет не желаю, не жалею, что я верующий. Не желаю уходить в мир. Я не жалею, потому что это самое лучшее, что можно обрести на этой земле. Это Христос. Нет ничего лучше, чем познать смысл жизни. Многие люди гоняются за материальными вещами, но они не знают смысла своего жизни. Он им даже не интересен. Но когда ты познаешь смысл жизни, для чего это жизнь, для чего земля, для чего все, что мы видим вокруг, когда ты все это видишь и понимаешь через Евангелие, ты во Христе обретаешь смысл жизни и силу Его воскресения. Друзья, пусть вас Бог благословит. Повернитесь к Господу лицом сегодня. Взирайте на Него, как на великого Агнца, который взял на себя грехи всего мира. Как сказал однажды Иоанн, вот Агнец Божий, и Он достоин сегодня, друзья, нашего поклонения и благодарности. Прославьте имя Господа. Пусть Он станет самой-самой центральной фигурой вашей жизни. Пусть Христос будет тем, ради кого вы будете жить на этой земле. Всех вам благ во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok